ЧЕРЕПОВЕТ По краям у Данила Аймурзина привычные партнеры. Тут же момент. Гол. 1-0. Хватило буквально пяти, может быть, семи секунд. По графике девять, но думаю, что там меньше. И забивает Михаил Ильин. Эти ребята практически не потратили. В целом с результативностью все в порядке у Ильина. Десятое очко уже. Началось все. С выигранного выбрасывания. Затем Барберио. Находит линию для передачи. Бросает с разворота Данил Аймурзин. И тут же на отскоке оказывается первым именно Ильин. В гостей с Паутовым сегодня играет Лефевр вместо Вуда. Но тем временем Ориган передачу делает в центр. Там партнер открывался. И в целом был шанс у него добавить шею в пустой створ. Вторая тройка гостей это Хелп Гивакс, Грауац и Юрчо. На льду пока не было отразил, но не перед собой, как в случае с голом Ильина. Филипенко. Еще один разок. И вот теперь Аймурзин заряжает. Причем он показывает, что, возможно, сдвинул, кстати, ворота Кейзер. После паузы обязательно. Ница Челес и Кленденинг возле ворот у Кунлуня. Буринов направо. Пилипенко. Гол! 2-0 в пользу Северстали. 8 бросков в створ и великолепная реализация моментов. Ставит свой статус во втором матче подряд набирает очки Кирилл Пилипенко. Пас на синюю линию. И посмотрите, сколько было пространства перед Кириллом Пилипенко. Вот этими постоянными перемещениями и шайбы, и самих игроков, соперников, череповчане просто запутали. Чистый лед был, время было. И с таким броском, как у Кирилл Пилипенко, неудивительно, что он забил. В основном играл за пензенский дизель. Еще один шанс по другую сторону. Да, момент, но без броска поворотом. И тут же пытался, кстати, вернуть шайбу обратно. Хелп Гевакси покатил прямо в оборону. Тут педаль в пол и как мог поехал. Помешал сопернику в рамках правил. Убрасывание за хозяевами и великолепное спасение Кайла Кейзера. А ведь не на ком-нибудь, а на Кирилле Пилипенко. Ушла больше за спину. Вот так. И снова перехват Грудинин. Бросок низом реагирует Кейзер. Да, уже девятое спасение у него сегодня. Сомер мне так приобнял Грудинина. Мол, дружище, тебе дальше выигрывать ее. Лефевр успел довести шайбу до партнера. Бросок Паутова. И вот, пожалуйста, впервые так основательно в этом матче мы видим действия Александра Самойлова. Все-таки до этого как-то особо о нем даже не говорили. Он вовсе не нужен. Поэтому он немножко там поиграл. И тут же поехал меняться. Еще один момент. Шайба доходит до Кейзера и он команду выручает. Играть так же в свой хоккей, не давать сопернику создавать моменты, забивать голы. И пока шайба в основном именно у игроков команды из Череповца. Ух ты! А здесь один на один на ровном месте Якубов. Но останавливает его Александр Самойлов. Как так получилось? Просто вывалился вообще, как будто из другого измерения появился. Раз и все. И телепорт какой-то у него есть. Но Аймурдина шайба там прошла. Филипенко в ближний угол перемещается. Ой-ой-ой. А это, скорее всего, удаление вратаря. Вот любопытно. Ведь сегодня уже похожий момент был. Но тогда, в первом периоде, ворота. Вбрасывание за Аймурдиным. Буринов. Филипенко не бросает паузу. Снова через защитника. А вот теперь бросает и попадает. Первый гол Кирилла Филипенко в большинстве в этом сезоне. Партеров-воззвенов Данила Аймурдина. Настроение на трибунах соответствующее. Но что касается взятия ворот. Вполне привычная история. Большинство правый круг вбрасывания. Филипенко бросает. У него, как правило, вариантов много. Он может сделать диагональную передачу. Он может принять шайбу, обработать и бросить с кистей. Но здесь решил бросить в касание и попал просто идеально. Угол ворот был открыт. Так что прими там шайбу получше. Отдай партер поточнее. И все могло закончиться. И даже броском вполне себе глилевым. Итак. Ух ты! И снова шайба в воротах. Это 4-0. Не без доли везения. Забивает Руслан Абросимов. Центрального нападающего. И для самого парня. И по матчу в том числе. Вот здесь еще формат 5 на 4. Но появляется Грауац. И он толком не успел повлиять на момент. Собросим его вам все просто. Он делал передачу. Передача явно на Аймурзина. Который уже располагался перед пустым створом. Перед пустым углом. Но попал в конек Лефевру. И вот так. Предательски от его конька шайба зашла в ворот. 22-9. По броскам створ. Поле сверстали. Какая передача это? Ильин за дублем поехал. Но Кейзер говорит. Нет, дружище. Не сегодня. 23-й бросок в створ. Паркер Флот открывается под передачу партнера. Шайба доставлена. Другой канадский фоккеист. И теперь его команде необходимо броняться. Спензер Фуз чистого льда бросает. Но как и Рош Самойлов. Очень важное спасение вратаря. И его команда вылетела вперед 4 в 3. Пас в центр. Но нет. Здесь пространства явно не хватило. Остается в меньшинстве за 5 с небольшим до конца периода. Но посмотрите, как в меньшинстве играет. Давид Думбадзе покатил. Бросает Думбадзе. И забивает в меньшинстве. 5-0. Такая в текущем сезоне. Но в целом по регулярному чемпионату он оформляет свой 4-й гол в 10-м матче. Еще раз как все это было. Вроде бы первым на шейбе оказался изначально Дэнио Риган. Но подбор был впоследствии за Думбадзе. Он прокинул вот здесь шейбу вперед. И за счет скорости ушел от защитника к лендерингу. Ну а дальше все видите сами. Челиос. Классная передача Грауатса. На синюю линию еще один бросок добивания Грауатса. Близко был и Спенсерфу. Там же Хелтгевакс Джетатскока. И в принципе шейба остается у Кунлуя. Да. Она осталась на синей линии. Челиос. Диагональ прошла. Спенсерфу бросает. Восемого и Думбадзе соответственно. Юрий Паутов. Сохраняет шейбу передачу. И какой момент у Грауатса. Но он не попадает в падение. И еще одно нарушение. Правил снова удаления. Паутов все сделал блестяще. Отдавал на пустые ворота. Ну кстати да. Подумать о том, что целенаправленно это сделал вратарь вполне можно было. Грауатс против Самойлова. Кто будет лучше? Грауатс паузой. С неудобной руки бросал. Но Самойлов хорош. Все больше моментов голливых возле его ворот. Здесь поднять шейбу должным образом Грауатс просто не смог. Вот переложил. Да. Но посмотрите насколько уверенно сыграл Самойл. Мы просто будем работать трудно. Попробуем получить наши шансы. И, понимаете, закрепить его противно. И мы увидим, что происходит здесь. Нужно продолжать играть в свою игру. Стараться создавать больше моментов нападения. Но также отрабатывать сильно в защите. Не давать сопернику забрасывать больше голов и шансов. И думаю, от этого все пойдет. Вот ему Челлиос явно помешал. Кстати, коммуникация видна сейчас на льду между Челлиосом и Клендебингом. Он подсказывал и показывал, что делать. Но, а это так. Шайба тыл в воротах. И гол не засчитывается. Значит, это удар соперника клюшкой. Вот так показывает Антон Лаврентьев. Лучшим снайпером среди новичков был. Но Колдор трофе не взял. Бросок и штанга попадает туда Эллиню. Еще один бросок. Такой даже скорее наброс на пятачок. И все, игра продолжается в формате 5 на 5. Макошин, гол! Это гол Иена Макошина. Блестящее подключение. И его первая шайба в карьере в фонбе в континентальной хоккейной лиге. Он играл. Моментов было более чем достаточно. Но в этом моменте мы отмечаем именно блестящие руки. Блестящее попадание самого Макошина. У него третий бросок в створ сегодня. Навязал борьбу Мойл. Передачу сделал явно Эллинюк. И заметьте, он очень грамотно обработал шайбу. Причем он здесь был под давлением. Вот тут. Раз, два. Ильин перед ним. Еще один игрок. Но Макошин принимает. И роскошный бросок в дальнюю девятку. В формате 5 на 3. Пилипенко. Пилипенко. Передачу. И Абросимов бросает в ближний угол. Хороший момент. Тут же Аймурзин. И Кейзер. Кейзер. Да. Кейзер. Все-таки забрал шайбу американский вратарь. Но сколько было шансов? У Пилипенко вот здесь. Раз. Он сделал передачу. Эксклюзивная. Вы знаете, где смотреть? В кинопоиске с подпиской Яндекс+. Здесь бросок и шайба не прижата. Едва не забил Буньбунь второй гол. Челиос. Локер. Никто ему не помогает. Там один на передачу шайба отскочила в левом бортику Брюнов. Еще один момент. Бросок вверхом. И не забивает Пилипенко. Ох, как там недоволен партнер. Как он разочарован. На Пилипенко. Ведь мог еще один гол оформить. И уже Чуркин подшивала. В бросок по центру ворота. И здесь без проблем реагирует Кейл Кейзер. Еще один момент. Вот тут уже не удалось реагировать. 6-1. Лежний угол. Второй угол в этом сезоне. Он забивал 15 октября в гостевой встрече с Адмиралом. Тогда тоже в равных составах. Северсталь таким образом забивает вообще в каждом периоде сегодня. И конкретно в третьем счет подравнивает. 1-1. По сумме 6-1. Так. Это потеря. Домодел Юрч. Соберника ошибиться. Идет до конца. Передачей здорово все делают гости. Неужели не забил Хелл Гевакс? Юрч просто красавец. Развернулся. Своевременная передача. Еще и точная. Вот в этом сезоне гол Сомерби в пустые ворота позволил выиграть отрезок. Хотя он был весьма непростым. Но и сегодня тоже есть шанс. Вот здесь момент. И Самойла все-таки не выручает. Забивает второй гол своей команды в матче нападающий Дэнни Ориган. Очень спокойно встречают это событие. Как и Стыкунглоне. Понятно, что уже гол, увы, для гостей никак на ситуацию не повлияет. Второй, вернее, третий гол Оригана в этом сезоне. И второй в большинстве. Ну, красиво все сделали, безусловно. Локкер налево. Якубов в центр. Ориган принимает. И затем обыгрывает в ртаря. Интересно, что он вообще родился в Германии. Так, вот момент. И еще один гол. 7-2. Аймурзин. 7-2. В любом случае, лучший матч в Северстале по результативности в этом сезоне. И снова, посмотрите, вообще абсолютно то же самое. Просто один в один, как и первый гол. Но разница в том, что здесь прошел самый Аймурзин к воротам. Он не стал после приема шайбы от Ильина разворачиваться и бросать. А представьте, какая драма могла бы быть, если бы сейчас табло, он не отражает соотношение сил. Мы играли с сильной командой сегодня. И было очень много моментов, когда у соперника была возможность забить. Просто нас сам подтащил. И мы свои моменты реализовали. Ну, очень много индивидуальных ошибок. Очень много неиспользованных моментов. Ну, и, конечно, нужно понимать, с какой командой ты играешь, во что они играют. И когда объясняют, что нужно делать, нужно это выполнять. К сожалению, сегодня вот этой дисциплины внутренней не хватило. Продолжение следует...